Музыка Осенью наши дети наиболее подвержены различным простудным заболеваниям. Из-за холодной погоды, нагрузки в детском саду или школе, плохого питания, иммунитет слабеет. Поэтому нашим чадам нужно иногда предоставлять возможность отдохнуть и расслабиться. Сегодня в программе мы расскажем вам о детских спа-процедурах. Многие из нас знают, что такое спа-процедуры. Они очень хорошо расслабляют, снимают напряжение и оказывают хороший косметический эффект. Даже простой массаж способен сотворить чудо. А дети сами по себе очень активные, постоянно бегают, прыгают или устают в школе. Им тоже нужно отдыхать и расслабляться. Поэтому, если вы приведете свое чадо на спа-процедуры, сделаете ему приятный сюрприз. Большинство девчонок и мальчишек любят купаться. Поэтому основная составляющая такого отдыха – это купель. Детские спа-процедуры – это как бы тоже и отдых для ребенка, но больше как бы развлечение. То есть это купель. И купель, она может быть либо с травками, либо с молочком. Как вы сейчас видели, ребенку это очень интересно. То есть наливается желтое маслице, потом оно превращается в молочко. Там тайские травки добавлены. Они успокаивают нервную систему ребенка. Также питание и увлажнение кожи, потому что у детских тоже за зиму кожа очень пересушенная. Ну и также как бы погреться в этой бочке можно. И вообще детям нравится вода. Они же любят водички возиться. Где сейчас вот? Ну, бассейн – это понятно. А здесь тоже как бы интересно купель. Такая процедура особенно хорошо действует на чрезвычайно активных детей. Особенно, если у них есть проблемы со сном. Ванна с травами или молочком подействует как успокоительная. Поэтому своего ребенка в салон везти на такую процедуру лучше всего во второй половине дня. Это своеобразная ароматерапия. Аромамасла, эфирные масла. Они успокаивающие, успокаивают нервную систему, расслабляют организм. Ну и вот, как я сказала, увлажнение питания. После этого можно сделать массаж. Массаж ребенку делается лечебный. В принципе, как бы рекомендуется это, если есть какие-то проблемы, заболевания. Здесь больше массаж такой игровой, расслабляющий, успокаивающий. Детки обычно как бы они в этом возрасте не осознают, что такое массаж. Поэтому больше как бы погладить, пощипать, что-то так поиграть. По-другому и не получится. Делать классический массаж или какой-либо другой нет смысла. Потому что ребенку это вряд ли понравится. Поэтому при выборе такой услуги стоит ориентироваться на характер собственного ребенка. Для неусидчивых и подвижных детей такая процедура массажа не подойдет. Если ваш ребенок не против, то это очень хорошо. Не болезненно, но очень приятный. Поглаживающие также движения. Ну и как бы они немножко, да, успокаивают. Дети, они же перевозбудимые. То есть их успокоить очень тяжело. Вот. И как бы во время массажа он чуть-чуть с нервной системой успокаивается. Вся процедура длится не более 40 минут. Да на большее время у ребенка и терпения вряд ли хватит. 15 минут поболтыхаться в купеле. И 25 минут на то, чтобы сделать приятный массаж. Затем можно просто отдохнуть, выпить сок или горячего травяного чая. Вся процедура безопасна для ребенка. Его не оставят без присмотра. И все травы тоже безопасны. Если, конечно, у вашего чада нет индивидуальной непереносимости на какие-либо травы. Об этом стоит упомянуть перед самым началом процедуры. Я думаю, что иногда можно на ребенка сводить, побаловать его в качестве поощрения. Вот. Ему очень понравилось. Он даже не хотел выходить из этой купели. Вот. И полезно. Конечно, полезно. Это вообще ванны. Они же ослабляют. И там ароматы. И массаж. Это очень полезно. Я думаю, что можно, конечно. Даже нужно. Побаловать своего ребенка такой развлекательной программой можно и почаще. Вы сами останетесь довольны, и ваш ребенок тоже. Тем более, что это будет полезнее и приятнее, чем просто прогулка на улице или компьютерные игрушки. Чтобы ваш ребенок всегда был здоровым, не перегружайте его. Одевайте по погоде и кормите фруктами и овощами. Только тогда иммунитет будет в норме. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok